Беседа 55. На это иудеи отвечали и сказали ему, «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин, и что бес в тебе?» Иисус отвечал, «Во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня». Иоанна 8, 48, 49. Злоба бесстыдна и дерзка. Когда бы надобно было устыдиться, тогда она еще более ожесточается. Так было и с иудеями. Им надлежало бы прийти в умиление от слов и поделиться дерзновения и последовательности его беседы. А они, напротив, поносят его, называют самарянином, утверждают, что он имеет беса, и говорят, «Не правду ли мы говорили, что ты самарянин, и что бес в тебе?» Когда он говорил нечто высокое, тогда этим людям крайне бесчувственным казалось это безумием. И хотя евангелист выше нигде не заметил, что они называли его самарянином, но из приведенных слов может заключить, что они часто это говорили. «Говорят, бес в тебе, но кто имеет беса? Тот ли, кто чтит Бога или кто оскорбляет чтущего?» Что же, Христос? Это кротость, это снисходительность. «Я беса не имею, но чту Отца, пославшего Меня». Когда надлежало научить их смирить великую их надменность и наставить не гордиться Авраамом, тогда он был строг. А когда ему самому надо было перенести от них поношение, тогда он выказывает великую кротость. Когда они говорили, «Мы имеем Отцом Бога и Авраама», тогда он сильно поразил их. А когда его самого называли «имеющего беса», тогда отвечает кротко, научая нас отомщать за то, чем оскорбляется Бог, и не обращать внимания на оскорбления, наносимые нам. «Не ищу, впрочем, я славы Моей, есть ищущий и судящий». 8.50 Это, говорит, сказал я с тем, чтобы показать, что вам, как человека-убийцам, неприлично называть Бога Отцом. Значит, я сказал это ради чести его, и за него я слышу это. За него вы бесчестите меня. Но я нисколько не обращаю внимания на это оскорбление. Вы дадите ответ в своих словах тому, за кого я слышу это ныне. Я не ищу славы Моей. По этой-то причине, вместо того, чтобы наказывать вас, я обращаюсь к убеждению и советую вам делать то, посредством чего вы не только избежите наказания, но и получите вечную жизнь. «Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдает Слово Мое, тот не увидит смерти вовек». 51 стих. Здесь он говорит не об одной только вере, но и о чистой жизни. Выше он сказал, «Имеет жизнь вечную». 5.24 А здесь, говорит, не увидит смерти вовек, указывая вместе и на то, что они ничего не могут ему сделать. Если не умрет тот, кто соблюдает Слово Его, то тем более сам он. Это поняли и они. А потому и говорят. «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет Слово Мое, тот не вкусит смерти вовек». 8.52 То есть умерли те, которые слушали Слово Божие, так ужели не умрут слушавшие Твое Слово? Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Кем ты себя делаешь? Какое тщеславие! Опять обращается к родству с ним. Им следовало бы сказать, «Ужели ты больше Бога? Или ужели слышавшие тебя больше Авраама?» Но они не говорят этого, потому что почитали его меньшим, даже Авраама. Христос же прежде доказал, что они человеко-убийцы, и тем отстранил их от родства с Авраамом. Но так как они оставались при своих мыслях, то вот он снова идет к тому же, другим путем, показывая, что они напрасно трудятся. Впрочем, о смерти он нисколько с ними не беседовал, и даже не открывал, и не сказал, какую, разумеется, смерть. Теперь он не только уверяет их, что он выше Авраама, чтобы хотя этим пристыдить их, ведь, конечно, говорит он, если бы я был и обыкновенным человеком, и тогда не следовало бы убивать меня, потому что я не сделал ничего худого. Но если я при том говорю истину, и не имея никакого греха, и послан от Бога, и больше Авраама, то не безумствуете ли вы, и не напрасно ли трудитесь, стараясь умертвить меня? Что же они, они, ныне, уразумели, что бес в тебе? Но не так, Самарянка, она не сказала ему, беса имеешь, но только вот что. Неужели ты больше отца нашего Якова? 4.12. Это потому, что иудеи были поносители и убийцы, а она желала научиться. По этой-то причине она и выразила недоумение, и давала ответы с приличной скромностью, и называла его Господом. И действительно, кто обещает гораздо большее благо, и кто достоин веры, того следовало не оскорблять, а напротив почитать. Но иудеи называют его имеющим беса. Те слова, слова Самарянки, были выражением недоумения, а эти выказывают людей неверующих и развращенных. Неужели ты больше Авраама, отца нашего? Значит, по тем словам своим, он был больше Авраама. И когда вы увидите его вознесенным, тогда признайтесь, что он действительно больше. Поэтому он говорил, когда вознесете меня, тогда узнаете, кто я. Иоанн 8.28. И смотри, какая мудрость. Сперва отстранил их от родства с Авраамом, затем показывает, что он больше его, а через это дает уже заметить, что он несравненно больше и пророков. Они всегда называли его пророком. Поэтому он и говорит, слово мое не вмещается в вас. Там он говорил, что воскрешает мертвых. А здесь, что верующий в него не увидит смерти. Это же гораздо важнее, чем не допустить навсегда остаться во власти смерти. От того-то они еще более вознегодовали. Что же? Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Кем ты себя делаешь? И эти слова также укоризнены. Ты, говорят, сам себя возвеличиваешь, но Христос на это отвечает. Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он – Бог ваш. Стих 54, страница 361. Что говорят тут еретики? Слышал, говорят, Христос, что больше отца нашего Авраама, но не смел сказать им. Так точно, а сделал это прикровенно. Что же? В самом деле, слава его ничего не значит. Для них иудеев – ничего. Поэтому, как он говорил, свидетельство мое не истинно, применяясь к их мнению. 5.31. Так и здесь, говорит, есть прославляющий меня. Стих 54. Но почему он не сказал, Отец, пославший меня, как говорил прежде, но слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он – Бог ваш, и вы Его не познали. Он хотел показать, что они не знают Его не только как Отца, но и как Бога. А я знаю Его. Стих 55. Следовательно, когда говорю, я знаю Его, это не хвастовство. А если бы сказал, не знаю Его, это была бы ложь. Но вы, когда говорите, что знаете Его, говорите ложь. Таким образом, как вы лжете, говоря, что знаете Его, так и я солгал бы, если бы сказал, что не знаю Его. Если я славлю себя сам, так как они говорили, ты сам о себе говоришь, кем ты себя делаешь, то Он отвечает, если я сам себя творю, слава моя ничто. Итак, я знаю Его совершенно, а вы не знаете Его. Впрочем, как в отношении к Аврааму, Он не все отнял у них, но сказал, знаю, что вы семья Авраамова, 37 стих, чтобы через это подвергнуть их большему осуждению. Так и здесь, не все отнял у них. Но что? О котором вы говорите, дозволив им хвалиться этим, на словах, Он сделал вину их более тяжкою. Каким же образом вы его не знаете? Вы поносите того, кто все и говорит, и делает для Него, чтобы прославить Его, и кто послан от Него. На это, скажут, остается без свидетельства. Напротив, дальнейшие слова служат тому доказательством. Если я скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец, но я знаю Его и соблюдаю слово Его. При этом они, конечно, могли бы обличить Его, если бы только имели что-нибудь, потому что это служило самым сильным доказательством тому, что он послан от Бога. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался. Стих 56. Опять показывает, что они чужды Аврааму, так как чему он радовался, о том они скорбят. А под нем, мне кажется, он, разумеется, здесь день креста, который Авраам прообразовал, принесением Овна и Исаака. Что же они? На это сказали ему иудеи. Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама. Христос говорит им, истина, истина, говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есен. А они взяли каменья, чтобы бросить на него. Видишь ли, как он доказал, что он больше Авраама. Кто рад был видеть день его и почитал это для себя вожделенным, тот, очевидно, признавал это для себя благодеянием и был меньше его. А так как они говорили, что он сын плотника, и ничего больше в нем не представляли, то он мало-помалу возводит их к высокому о себе понятию. И так, когда они услышали, что не знают Бога, тогда они огорчились, а когда услышали, что он прежде Авраама был, тогда как будто унижалось их благородство. Они вознегодовали и стали бросать камни. Видел день мой и возрадовался. Этим показывает, что не по неволе идет на страдание, потому что хвалит того, кто радовался о кресте, так как крест был спасением Вселенной, а они бросали камни. Так-то они склонны были к убийству и делали это самовольно, без всякого исследования. Почему же он не сказал, прежде нежели Авраам не был, я был, но я есмь. Как отец его употребил о себе это слово есмь, так и он. Оно означает присносущность бытия, независимо ни от какого времени. Поэтому слова его и показались им богохульными. И если они не потерпели сравнения с Авраамом, хотя это и не так важно, то могли ли перестать бросать в него камни, когда он стал часто сравнивать себя с Богом? Поэтому он, действуя по-человечески, снова убегает и скрывается. Предложив им достаточное наставление и исполнив свой долг, он вышел из церкви и пошел исцелять слепого, чтобы самыми делами показать, что он прежде Авраама. Но может быть кто-нибудь спросит, почему он не уничтожил их силу? В этом случае они, может быть, уверовали бы. Он исцелил расслабленного, и они не уверовали. Он совершил множество других чудес, и во время самого страдания поверг их ниц на землю, и омрачил очи их, и они не уверовали. Возможно ли же, чтобы они уверовали, если бы он уничтожил их силу? Так нет ничего хуже душе ожесточенной. Хотя бы она видела знамения, хотя бы чудеса, она все остается в том же бесстыдстве. Вот и фараон, несмотря на множество казней, вразумлялся только тогда, когда терпел наказание. И до последнего дня оставался все таким же гонителем тех, которых отпустил. Поэтому-то Павел неоднократно говорит, не ожесточится никто от вас греховной жизнью. Евреям 3.13 Как силы телесные со временем мертвеют и теряют всякую чувствительность, так и душа, одержимая многими страстями, становится мертвой для добродетели. Тогда, чтобы ты не представлял ей, чего бы ты не представлял, ничего не чувствует, хотя бы угрожал наказанием или чем другим, она остается бесчувственной. 363 Потому-то, умоляю вас, пока еще имеем надежду спасения, пока можем обратиться, будем всячески о том заботиться. Как отчаявшиеся кормчие, предав судно на волю ветра, сами нисколько не помогают ему, так точно поступают наконец и те, которые потеряли всякую надежду. Зависливый только то имеет в виду, как бы удовлетворить своему желанию. И хотя бы пришлось ему подвернуться наказанию или смерти, он остается преданным одной своей страсти. Человек распутный и любостяжательный поступает так же. Если же так велика сила страстей, то гораздо более сила добродетели. Если мы презираем смерть для первых, то тем более для последней. Если те пренебрегают своей душою, то тем более мы должны пренебрегать всем для своего спасения. В самом деле, какое будет для нас оправдание, когда погибающие так много заботятся о своей погибели, а мы не выкажем и такого старания о своем спасении, но всегда будем истаивать от зависти. А ведь нет ничего хуже зависти. Чтобы погубить другого, завистливый губит и себя самого. Глаз завистливого снедается печалью. Завистливый живет непрерывной смерти, всех считает своими врагами, даже и тех, которые ничем его не обидели. Он скорбит о том, что воздается честь Богу, радуется тому, чему радуется дьявол. Приобрел ли кто почтение у людей? Это не честь, не завидуй. Почтен ли кто у Бога? Поревнуй ему и будь подобен. Но ты не хочешь. Зачем же еще и губишь себя? Зачем бросаешь и то, что имеешь? Ты не можешь сравняться с ним и сделать что-нибудь доброе? Для чего же еще предпринимаешь и худое? Если ты не можешь разделять с ним труды его, ты должен по крайней мере радоваться вместе с ним, чтобы получить пользу от этого сорадования. Ведь часто достаточно бывает одного намерения, чтобы получить великое добро. Вот Иезекииль говорит, что мавикяне за то были наказаны, что радовались несчастью израильтян. Иезекииля 35-12 А были и такие, которые спаслись потому, что воздыхали о бедствиях других. Если же есть некоторое утешение для тех, которые воздыхают о чужих бедствиях, то гораздо более утешение для тех, которые радуются почестям других. Бог обвинил мавикян за то, что они радовались несчастьем израильтян. И хотя сам же он наказывал их, однако он не хочет, чтобы мы радовались наказанием других. Даже и тогда, когда он сам наказывает. Потому что и сам неохотно наказывает. Если же должно соболезновать о наказываемых, то тем более не должно завидовать тем, кому воздается честь. Через это именно погибли Корей и Дафан. Кому они завидовали, тех сделали более славными, а на себя навлекли наказание. Зависть есть зверь ядовитый, зверь нечистый, зло произволения, незаслуживающего прощения, порог, которому нет оправдания, причина и матерь всех зол. Итак, уничтожим ее с корнем, чтобы избавиться и от настоящих бед, исподобиться будущих благ по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым Отцу со Святым Духом слава ныне и пресно и во веки веков. Аминь.